В 1995 году на турнире UFC 5 в октагоне появился мало кому известный представитель самбо 27-летний Олег Токтаров, который получил прозвище «Русский медведь». В UFC Олега привела мечта стать актером Голливуда и на тот момент иного способа, кроме как проломить себе путь кулаками, у него не было. Родился Олег в Сарове в Нижегородской области. Его отец имел разряд по боксу и, конечно же, хотел, чтобы сын тоже имел отношение к боевому спорту, хотя сам Олег с детства мечтал стать актером и сниматься в Голливуде. В 10 лет отец отдал Олега в секцию самбо и тренер пророчил ему чемпионское будущее. Усердные тренировки помогли Олегу получить мастера спорта в 1990 году и стать неоднократным чемпионом различных турниров по джиу-джитсу и самбо. В 1993 году Олег выиграл любительский турнир «Белый дракон» в Риге, попутно финишировав трех соперников за два дня и после этого оставив бизнес в России, решил, что пора покорять Америку. Но приключения Олега не ограничились одной лишь Америкой. Он путешествовал по миру и сражался на разных континентах и турнирах, и даже участвовал на скандальном турнире в Бразилии, после которого в Рио-де-Жанейро бои без правил, именно так они тогда назывались, были вне закона на целых 10 лет. Но давайте обо всем по порядку. В 1994 году бывший инструктор КГБ без знания английского, грин-карты и с 2000 долларов отправляется в Америку, чтобы стать актером и покорить Голливуд. Но по приезду все оказывается куда сложнее, чем он представлял, и чтобы тебя заметили, необходимы были связи и деньги, ну или хотя бы какая-то известность. Поначалу он метался по кастингам и агентствам, но сдвигов не происходило, и тогда Олег понял, что может заработать денег через бои без правил, которые в то время набирали популярность. Он решил, что действовать необходимо через Академию Грейси и нашел их зал, но денег на тренировки у него не было. Тогда он предложил Грейси бартер, он показывает им свои фишки и болевые на ноги, а они помогают ему с кино. Олег спарринговал с инструкторами Академии и сабмитил их не сильно при этом напрягаясь. Эти обстоятельства очень озадачили Хориона, который и близко не подпускал Токтарова к Хойсу Грейси, потому что этот русский мог навредить чемпиону и разрушить ауру непобедимого Грейси джиу-джитсу. По рассказу Олега, Хорион сообщил о нем главному человеку в UFC Арту Дэйви, сказав о том, что этот Олег довольно слабенький паренек и не стоит его подписывать, если вдруг он решит выступить на турнире. Но Олег все же смог договориться с Артом и тот позволил русскому медведю участвовать в боях. 95-й год, турнир UFC 5. Никаких весовых и правил, за исключением кусаться, выкалывать глаза и проводить болевой или удушающий паха. Первый этап и русский медведь на турнире. Ему достается черный пояс по кемпо-карате и дзюдо Эрни Вердисия. Третья минута встречи и Олег финиширует Эрни сабмишином. Он проходит во второй этап, где его соперником становится Дэн Северн, боец, который заложил фундамент доминирования борцов в клетке UFC. Тактика Дэна была предельно проста. Он переводил соперников вниз, а там за счет силы и мощи не позволял им что-либо противопоставить. Но Олег, как и Хойс Грейси мог атаковать на спине, что несло большую угрозу для Северна. К сожалению, этот поединок принял другой ход, так как рассечения, которые Северн нанес Олегу, были слишком глубокими, и Джон Маккарти остановил поединок. Хотя сам Олег был готов и хотел продолжать. Вот так первый турнир Токтарова закончился поражением в полуфинале, а Северн стал чемпионом того турнира, победив в финале Дэйва Бенетта. Спустя три месяца Олег возвращается на турнир UFC 6. На первом этапе его соперник борец из Канады и финалист пятого турнира Дэйв Бенетта по прозвищу Опасный. Начало встречи и Дэйв моментально проводит тейкдаун, но Олег встает на ноги и попадает под шквал ударов от опасного Дэйва. Конец первой минуты встречи, Олег уже душит канадца гильотиной и оставляет его за бортом полуфинального поединка. Отличный финиш Токтарова и первый соперник пройден. Второй поединок и соперник русского медведя, бешеный пес из Техаса Энтони Масиас, который представлял тайский бокс. 9 секунд, гильотина и победа Токтарова. При этом у Энтони и Олега был общий менеджер, потому многим показалось, что у этого боя был сценарий. И как рассказывал Олег, сам Энтони ему признался, что он намеренно лез в захват, при этом Токтаров перед боем не знал о его самопожертвовании. А даже если бы и знал, то ни за что не согласился бы на эту постанову. Так или иначе, Олег в финале и для него в этот вечер на карту поставлено все. Он уже полгода находился в Америке нелегально, так как виза истекла, а в случае победы на турнире ему обещали помочь остаться в США. Параллельным курсом ему навстречу двигался уличный боец Танк Эббот, который являлся тем самым плохим парнем, которого хочется поддержать. И своим поведением и манерой боя он очень быстро стал местным любимцем. Танк и Олег убрали своих соперников, потратив не более двух минут каждый, так что к бою оба подходили в хороших кондициях. Начало встречи и Танк обрушивает на Олега всю мощь своих ударов, а затем Токтаров берет Эббота в гильотину и поединок переходит в партер. Это была очень долгая и сложная ночка для обоих бойцов, так как после 17 минут поединка силы покинули обоих, и Олег за счет своих морально-волевых сумел забрать спину Танка и заставил того сдаться. После этого сложнейшего для обоих поединка, который проходил в Высокогорье, Олега доставили в больницу и он там пролежал несколько дней под капельницей, а пока его откачивали, кто-то отработал его новый рибок, оставив чемпиона без спортивного костюма. Официально первым чемпионом UFC считается Марк Колман, но вот так выйти и выиграть три поединка за один вечер, как по мне, так это заслуживает большого уважения и признания. А каждый чемпион первых турниров восьмерок, если и не получил статус официального чемпиона, то на народного, я думаю, точно может рассчитывать. Вот так самбист из России заставил Америку говорить о нем и его навыках в партере. Также один из обозревателей крупнейшего сайта Abu Dhabi Combat Club писал о том, что в 96 году лично видел, как этот русский, над которым многие посмеивались, упорно отрабатывал болевые на ноги, которые в БЖЖ не пользовались популярностью. И вот спустя много лет ситуация в корне изменилась, и Лаглоки считаются очень опасным оружием, и отчасти в этом есть и заслуга Олега, которого режиссер Роберт Родригес называл русским Чарльзом Брунсоном, а президент Венесуэлы Уго Чавес обращался к Токтарову, чтобы он тренировал его телохранителей, а это говорит о многом. На турнире UFC 7 Олег в супербою сошелся с Кеном Шемраком, с которым они раскатали ничью. А затем принял участие в турнире чемпионов 95. На первом этапе Олег сошелся со своим любимым клиентом, борцом Дэйвом Бенетто. И уже на второй минуте встречи Олег финишировал Дэйва, тем самым болевым на ногу, и прошел в полуфинал, выйдя на Марка Хуоса, чемпиона 7-го турнира. Поединок против Марка сложился очень непросто для Олега, и прошел все отведенные 18 минут. Но Олег все же смог выиграть решением судей и прошел в финал. А там его уже ждал старый знакомый Дэн Северн. Но как рассказывал Олег, перед боем у него было всего 20 минут для отдыха. Этот финальный бой Олег проиграл решением судей, и этот поединок сложился для него очень непросто. Но в бою зрители вновь увидели силу духа русского медведя, который невзирая на дикую усталость, не собирался сдаваться и довел поединок до решения. После проигранного финала Олег покинул UFC. Он поступил учиться в одну из самых престижных актерских академий США, а также начал заниматься боксом под руководством Фредди Роучер. Его бойцовская карьера не была окончена, и путешествие продолжилось на полях Японии. Поражение решением судей в Панкрайс, и поединок против дзюдоиста Джо Чарльза, который, как и Олег, засветился на первых UFC, но был куда менее амбициозен и популярен. В этой встрече Олег вновь провел свой коронный рычаг колена и устранил соперника, после чего был организован реванш с Марко Хуосом на турнире по валютуду в Бразилии. Поединок продлился более получаса, и каждый из бойцов имет свои хорошие моменты для того, чтобы удосрочить оппонента. Но по итогу все закончилось ничьей, так как судей на этом турнире не было. А после самой схватки Марко Хуос и Олег Токтаров очень долго стояли обнимаясь, так как относились друг к другу с большим уважением и признавали силу своего соперника. 96-й год и турнир, который я очень долго и упорно искал, но так и не нашел в приемлемом качестве. Турнир Марс, на котором команды России и Бразилии выставили своих лучших бойцов, а во главе турнира стоял поединок Олега Токтарова и Хенза Грейси. При этом он прошел лишь спустя 12 дней, после получасовой битвы с Марко Хуосом, который закончился то ли переломом руки, то ли серьезной травмой для Олега. Так что к вечно травмированным коленям добавилась травма руки, но невзирая на все эти недуги, Токтаров в клетке и он готов драться. Начало поединка и попытка перевода от Хенза, но Олег хорош в защите. А затем сам Олег переводит Грейси в партер, а потом получается вот такая нелепость. Апкик от Хенза и жесткое добивание, после чего Олег отлетает с нокаут. Вот так щуплый Грейси сумел совершить апсет и убрать с дороги чемпиона UFC своим неожиданным апкиком, который до этого поединка был далеко не каждому знаком. После этого досадного поражения от Грейси, Олег сошелся с корейцем Чаком Кимом, который предстал настоящим альбиносом. Так как по тем временам, когда каждый боец представлял одну-две дисциплины, Ким представился как человек, который владел джиу-джитсу, карате, боксом, кикбоксингом и даже борьбой. Для Чака все закончилось очень быстро. Стоило Олегу взять его голову в захват, как корейц решил, что покажет все свои навыки кому-то другому и постучал в знак сдачи. Так что Чаку в этом поединке не хватило ни навыков, а стержня, в отличие от Олега, который прошел не одну войну в клетке UFC. Ну а теперь пришло время рассказать про самое опасное приключение Олега в Бразилии. Он снова оказался с Хензе в одном помещении, но в этот раз все могло закончиться куда более жестко и трагично, нежели безобидный нокаут при их первой встрече. 97-й год. Турнир Pentagon Combat. На этом турнире в очередной раз выясняют свои отношения бойцы Грейси Джиу-джитсу и Лута Ливре. Эта вражда была настолько жесткой, что порой их случайные встречи превращались в кровавые побоища и не без применения оружия. Джиу-джитсу – это элита по меркам бразильского общества, которая могла позволить себе платить за обучение, покупать необходимый инвентарь для тренировок и так далее. Лута Ливре – это нищеброды, которые не имели возможности даже купить себе ги, потому их можно было назвать уличные грэплеры. Хорион Грейси вместе с Артан Дэви создали UFC и показали миру мощь бразильского джиу-джитсу, что стало отличной рекламой для школы Грейси. Но про Лута Ливре знали лишь в Бразилии, и они постоянно находились в тени джиу-джитсу. Главный бой вечера – Хэнза Грейси и Юдженни Утадеу, который представлял Лута Ливре. Олег также в карде, и если я правильно понимаю, сражается за стороны Лута Ливре, так как его соперник – джитсер из команды Хэнза Шон Альварес. Перед этим поединком Олег упорно работал над своим боксом с Фредди Роучем и готовил бразильским фанатам сюрприз. Начало встречи Олег отправляет в нокаут Шона на глазах у собственных болельщиков, тем самым удивляя всех, кто ожидал от Актарова перевода в партер и проведения болевого. Но на этом вечер не заканчивается, и все самое интересное впереди. Олег решил посмотреть главный поединок вечера – Грейси против Тадеу. Перед началом турнира Лутадоры проникли в здание, и их было куда больше, чем джитсеров, и еще больше, чем полиции, которая отвечала за безопасность в зале. Перед поединком Хэнза предложили не выходить на бой, так как ситуация между фанатами была наколена до предела, но невзирая на это он вышел в клетку. Во время поединка тучи сгущались, и Лутадоры залезли на клетку, и один из них ударил Хэнза. Тот ответил, и началась дикая заварушка, о которой расскажет сам очевидец. И эта драка, естественно, охватила всю публику, и вдруг я поворачиваюсь направо, на меня смотрит толпа разъяреных борцов льта-либра, налево – джиу-джитсу. Оказывается, они смотрят друг на друга, я просто оказался посередине. Ну и полетели сначала стулья, я побежал, закрылся, там падают какие-то обломки, потом там в ход пошли и ножи, и потом я еще хотел смотреть все это дело с высоты. Там уже начались выстрелы, я думаю, ну его, к черту, я заперся в раздевалку, и три часа что-то продолжалось, пока не вызвали национальную гвардию. У меня мои ребята хотели посмотреть, что же такое там происходит, я сказал, нет, только через мой труп, ребята. Вот так правительство Бразилии запретило проведение боев без правил в Рио-де-Жанейро, и этот запрет был снят лишь спустя почти 10 лет. А война между лутодорами и джитсерами постепенно сошла на нет, и насколько мне известно, больше подобных турниров не проводилось. В том же 97-м году, спустя две недели после бунта в Бразилии, Олег съездил в Прайд на первый турнир и принял поединок против большого папочки Гарри Гудриджа. В этом бою Гарри отправил Олега в глубочайший нокаут, и уже в бессознательном состоянии добавил пару тяжелых ударов, из-за чего Токтарова увезла бригада скорой помощи. Так что тут, конечно, остались вопросы к Гудриджу, который не пожалел соперника, и к рефери, который очень промедлился остановкой, что стоило Олегу здоровья. А теперь февраль 98-го, и Олег участвует в турнире в Казахстане. Его соперник, 120-килограммовый джиудаист Майк Терни. В этом бою Олег провел корону и рычаг колена, и финишировал американцам на четвертой минуте встречи. И уже на следующий же день он сразился с еще одним соперником, Моти Хоренштейном, который представлял стиль Крафт Мага, и также участвовал в UFC. Но после двух избиений от Марка Колмана и Марка Кера, покинул организацию и объявился в Казахстане. Тот же рычаг колена и те же 3,5 минуты, еще одна нога на полке трофеев у Олега и 14-я победа в карьере. Вот так двумя рычагами закончился вояж Токтарова в Казахстан. По прилету в Америку он финишировал Аарона Салина с армбаром и ушел из боев на целых 6 лет. По возвращению в свои 40 лет провел еще два поединка и в обоях победил рычагом колена, а пострадали Джон Марч и Марк Кер. На этом бойцовская карьера Олега подошла к концу. Его общий рекорд составил 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Так что в итоге Олег Токтаров стал одним из первых самбистов, который сумел навести большой переполох за океаном, а самое главное воплотил свою мечту и завоевал Голливуд, снявшись в большом количестве фильмов. На сегодня все друзья, спасибо всем кто досмотрел до конца, если вам понравилось мое видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также приглашаю вас посетить мой интернет магазин, в котором каждый сможет воплотить свою художественную мечту в жизнь и создать свой уникальный рисунок на футболке, толстовке и так далее. Недорогие цены и доставка почты во все ближайшие страны, в том числе Казахстан, Белоруссия, Армения и так далее. Все ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok